Слава нашему Господу, что Господь на этом месте. Он пришел сегодня нас с вами благословить, Он пришел сегодня нас с вами посетить, и мы будем с вами молиться, и в первой молитве призывать благословение Божие. Будем сегодня стараться убрать все наши переживания, все наши какие-то нужды, которые сопровождают нас по этой жизни. И это наш путь, и это естественно, что они сопровождают. Без этого никак невозможно пройти этот путь. Но есть время, когда нам надо с вами довериться Господу, когда нам надо веру открыть свои сердца пред Господом, когда надо не дать вот этим всем вещам, которые сопровождают в жизни, помешать нам с вами обратиться к Господу, соединиться с Ним. Это, к сожалению, мешает нам с вами. И я бы хотел зачитать из 69-го псалма, это с первого стиха, он небольшой псалом, и я буду читать с первого стиха такие слова. Начальнику хора, псалом Давида, воспоминания. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да будут обращены назад и преданы по смеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся тебе все ищущие тебя. И любящие спасение твое, да говорят непрестанно. Велик Бог, я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли. И когда мы с вами читаем в Слове Божьем такие слова, которые говорят о переживании человека, мы понимаем, что не мы с вами первые, находясь, живя на этой земле, переживания какие-то переживаем, скажем так, или какие-то страдания переживаем, или какие-то скорби переживаем, или какие-то вещи, они теснят нашу грудь, может быть, наше сердце теснят. Не мы первые с вами. Мы видим, что уже многие люди прошли этот путь, многие люди, они переживали, они где-то унывали, они где-то, может быть, там теряли веру где-то, может быть, или еще какие-то переживания были, временами теряли, потому что это естественно, мы все с вами люди. Но, с другой стороны, Слово Божие, оно открывает нам с вами такие слова утешения и веры, смотря в которые мы с вами видим, что и в нашей жизни еще не все потеряно. Последнее слово всегда за Господом. Господь Он всегда с нами. Он всегда оберегает нас, Он всегда нас с вами, ведя по этому пути, укрепляет, открывает свои источники Божьей благодати, которые дают нам с вами силы, которые дают нам с вами еще способность идти за Господом. Вот я хотел бы обратить внимание на пятый стих. «Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя». И Господь говорит в Своем Слове, в этом псалме, что «да возрадуются и возвеселятся». То есть это такое особенное состояние, которое, я думаю, обращено и к нам с вами. Потому что мы тоже можем сказать о себе, что мы ищущие нашего Господа. Мы Его ищем. А Слово Божие говорит, что кто ищет, ищущие, они найдут. Если мы сегодня с вами будем искать присутствие Божьего, будем искать Его благодати, то мы сегодня найдем с вами сегодня нашего Господа. И написано «да возрадуются и возвеселятся». Поэтому очень важно, чтобы мы с вами сегодня были готовы, веруя сегодня, открыть свои сердца пред Богом нашим. Чтобы мы готовы были сегодня радоваться. Готовы были веселиться сегодня пред нашим Господом. Вот это состояние Господь, Он очень ценит в Своем народе. Он очень ценит, когда видит в наших сердцах. Когда мы с вами не смотрим на свои какие-то сложности и трудности, которые сопровождают. Но когда мы с вами с верою смотрим в наше будущее. Смотрим на нашего Господа, зная, что Он проведет. Он поможет нам с вами. Поэтому сейчас склонимся и будем искать лица Божьего. Будем Его благодарить и будем сегодня просить Божьего благословения на это служение. Аминь.